итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет и знаете что сейчас покажу дом по нормальной низкой цене но не нужно судить о том что значит все дома в сочи продаются примерно в этом сегменте нет этот дом стоит сразу скажу 15 500 15 с половиной миллионов рублей 15 половиной дом в стиле хай-тек дом хороший на подъездные пути сюда просто бомба просто огонь и как-то я у этого застройщика хотел купить сам себе дом ну немножечко опоздал мы сюда приезжали с сестрой смотрели все нам все понравилось соседнем доме но не получилось не фортанула наверное сделал большую ошибку что я приехал сюда именно с ремонтником ремонтник посмотрел там я бы давай раскрытику и он говорит ну давай и все ну как бы здесь вот кажется земли немного да вот хурма растет все мы находимся с вами на улице москогорная вид на море само собой соответственно здесь есть у нас парковка тоже для меня это важный момент парковка вот она есть допускает здесь один автомобиль второй автомобиль тоже надо что-то придумывать и вот здесь есть такая территория где при желании можно сделать бассейн где будет просто беседку либо зону зону такую отдыха опять же здесь сохранили деревья сейчас у нас зима все-таки не будем забывать что сегодня 19 декабря ну как бы так ну давайте попробуем посмотреть двое кстати вот здесь хурма тоже растет в принципе так вот для фруктовых деревьев место более чем предостаточно соответственно ту же сразу автобусная остановка рядышком есть школ детские сады дом небольшой дом всего лишь 100 квадратных метров но знаете как смотрите я заехал сейчас вот хотел заснять для вас один из домов у которой на предсдаче да и то а подлинные пути еще даже хуже до трон домов многоквартирных и там 45 квадратных метров предлагается за 19 миллионов рублей сегодня снял гранд-парк там квартиры 54 квадратных метров предлагается за 14 400 здесь 100 квадратных метров своя парковка там свои зеленые насаждения есть и вот например для первого этажа для кухни-гостиной здесь сделано все очень даже я сказал бы неплохо даже сделано бы очень даже хорошо ну серьезно говорю что касается воды вода здесь есть электричество есть и здесь есть у нас современный хороший септик дорогой септик который рассчитан на семью в 6 человек но при желании здесь можно врезаться ее к центральной канализации но почему здесь центральных влияться не совсем борются спросом потому что здесь центральная вода и соответственно канализация считается так сколько ты потратил воды столько ты подачула на канализацию в общем и локально остальные сооружения входят дешевле например if вы присматриваете вариант для своих родителей дал выходить и до чтобы родитель могли на автобусе здесь перемещаться так далее то этот вариант для них будет идеальным потому что за этот дом они будут платить меньше чем например за квартиру в 50 квадратных метров на электричество на воду на газ так далее по поводу газа здесь соответственно газ есть но газ отдельно стоимость газ если нужно вам сделать в течение месяца здесь труба проходит все будет стоить 250 тысяч если хочется 250 тысяч сэкономить то вы можете там писать там везде заявление и на общих основаниях там в течение года в течение двух вам газ проведут как говорится бесплатно ну как бесплатно за 50 тысяч а так 250 тысяч и вас за две недели газ здесь точно 100 процентов будет здесь газ проходит все врезку вам сделать просто газовая труба принадлежит у нас получается соседу ну как дайте как это получается сосед взял свое время полностью все проплатил все сделал теперь кто вырезается должен соседу оплатить это у меня было тоже самое ворстки когда у меня соседи не хотели скидываться на воду я ее все сам сделал потом за каждую врезку воды я соответственно получал определенные деньги то же самое было и с электричеством то же самое было у меня с интернетом тоже на интернет никто скидываться не хотел я в итоге сам все сделал и потом получается я за каждую врезку к интернету я получал деньги соответственно вид на море само собой вид шикарный хороший вид на море 1 сразу здесь автобусная остановка ну в общем нормально хорошо хорошо здесь подъездные пути просто огонь конечно на втором этаже по большому счету можно сделать санузел и только две спальни ну реально две спальни да здесь вот с этой стороны будет санузел у нас со своим окном здесь будет детская спальня и вот здесь будет хозяйская большая спальня но в принципе хватает да в любом случае это будет полноценные две комнаты все-таки 100 квадратных метров это будет земля в собственности кстати построился он как положено со всеми документами что значит со всеми документами было получено разрешение на строительство все было построено согласно закону дом можно взять в том числе ипотеку и кто-то скажет дорого ребят ну смотрите что вы можете купить за 15 с половиной миллионов рублей вы можете купить студию в жилом комплексе остров мечты именно по такой цене продается с более-менее нормальным ремонтом 15 с половиной миллионов рублей с плохим ремонтом продается для тренадцать с половиной миллионов рублей что можно еще купить за 14 с половиной миллионов рублей можно купить квартиру в жилом комплексе гран-парк но это самая низкая цена вот за пятьдесят таких вот за пятьдесят два ой ближайка 43 квадрат метров можно купить 49 квадратных метров за 15 800 в жилом комплексе который называется новая заря здесь с этим новым недалеко можно например за 15 половина миллионов рублей купить квартиру в стройке например на бытке в сочи парке в 32 квадратных метра понимаете а можете купить дом в 100 квадратных метров в целом я считаю что ценник здесь более чем адекватный тем более мы с вами находимся не в догомесе не вардоне мы с вами находимся не еще где-нибудь мы находимся с вами в хорошем месте ну все реально классно подъездные пути есть хорошая просторная широкая дорога и здесь плюсов больше чем минусов я вам серьезно говорю и вот кому нужен небольшой домик да и кому нужна своя земля там свои там деревья какие-то там я думаю для вас это удачный вариант серьезного говорю даже не засуну для родителей 100 квадратов отличный вариант то что квартиру в 100 квадратных метров за 15 миллионов рублей вы ника в жизни найдете кто скажет земли мало да я согласен земли мало ну ребят парковка есть многие коттеджи поселки даже не имеет своей парковки своя когда зона есть при желании бассейн сделать можно согласно же согласно но и дом красивый современный ну поэтому конечно критиковать может нас каждый как бы у нас ну попробуйте найти что-нибудь дешевле вообще дома в сочи видели каменные дешевле ребят видели лет я думаю что не видели 15 с половиной миллионов рублей сразу говорит торга нет от слова совсем я вам серьезно говорю так вот не знаю затем здесь даже при желании может сделать еще будет маленькую комнату вот при желании вот здесь реально можно сделать но я бы наверно все таки сделал чтобы это была большая просторная кухня гостиная кухня столовая во всяком случае я так вижу свой дом свой например тоже самый частный дом ну не знаю я так вижу поэтому сегодня кстати холодно там плюс 6 градусов было но все равно ходишь гуляешь особо дискомфорта никакого не испытываешь поэтому если друг кто-то из вас хочет найти себе хороший домик а я могу сказать что за эти деньги вот я еще знаю что то есть переулок овощной но там можно сейчас только проехать на танке такую погоду вот именно в плохую погоду да когда слякать есть еще еще там пару вариантов в адлере да там черт знает где но если бы я стоял бы перед выбором и смотрел бы дом бы себе там в пределах этой суммы даже не в пределах 20 миллионов а в пределах 15 с половиной опять же да 100 квадратных метров и ремонт выйдет здесь вам дешевле чем например за эти деньги взять например те же самые 120 квадратных метров 115 квадратных метров я считаю домик довольно-таки неплохой кстати хорошая альтернатива всевозможным там всяким таунхаусом так далее 100 квадратных метров ребят 100 квадратных метров парковка своя имеется все имеется может быть и не за там поставил бы снаружи если мне не хватало бы например парковки может быть забор бы какой-то разобрал или еще что может быть здесь бы еще сделал парковку не знаю не могу сейчас так сориентироваться но факт остается фактом конечно хочется там чтобы машины было два парковочных места само собой мне хочется но объективно как бы если вдруг семья например вот если например моим родителям понадобилось да у них один автомобиль опять же родители меня привыкли передвигаться на общественном транспорте здесь говорю вот сразу автобус все ну и дом снаружи выглядит довольно-таки симпатично вы согласитесь же ну хорошо же выглядит хорошо всем добра и пока